Всем привет! Дорогие друзья, с вами на связи Ирина Тукола. Сегодня хочу обратиться я к мамочкам в декрете, которые хотят себя попробовать в сетевом бизнесе с помощью интернета. И многие мамочки в декрете сейчас говорят, я бы хотела попробовать, но у меня маленький ребенок, и я не знаю, смогу, получится ли, хватит ли у меня времени. Что я хочу вам сказать? Я начинала свой бизнес именно с мамочки в декрете, когда ребенку было год и семь месяцев. И свой бизнес я начинала не в интернете, а на офисе, когда мне нужно было еще ездить вместе с ребенком на обучение, на проведение встреч, только на офис. И когда я столкнулась с трудностями, что реально этот бизнес начал забирать у меня много времени, я перевела систему работы вместе со своими партнерами в интернет. И что я хочу сказать? Я начинала с ребенком годы семь. Сестра моя начинала с ребенком в пять месяцев. Кума, моя вторая, родила ребенка здесь второго, и с самого рождения начала работать уже. Наши партнеры есть, девчонки, которые рожают по второму ребенку и продолжают работать с двумя детками, грудными детками, походками, со взрослыми детками. Ребята, особенно мамочки в декрете, я вам рекомендую все-таки понять, что тут нужно делать. И любая мама найдет время, нужное для работы, если вы увидите здесь перспективы. Мы увидели здесь перспективы построения бизнеса собственного, выйти на возможность хорошего финансового дохода, возможность путешествовать, возможность потом чаще находиться со своим ребенком, когда он уже постарше, и когда он уже требует больше внимания, чем тогда, когда он маленький, и он часто спит, и не так много требует вашего внимания. Просто задумайтесь, сейчас вы сидите до трех лет в декрете, и потом, сейчас вы выделяете много времени для ребенка, но потом ребенку исполнилось три года, вы выходите на работу, и у вас рабочий график по 8-12 часов, и вы своего ребенка практически не видите, потому что вы все время, которое находитесь дома, вам нужно приготовить, постирать, поубирать и собраться опять на работу. Выходные вы тоже тратите на уборку, приготовление пищи и так дальше. Ваш ребенок страдает недостатком внимания от вас. Поэтому подумайте, может быть, все-таки, когда он маленький и когда он часто спит, можно это время как раз 2-3 часа выделить для работы в интернете, для того, чтобы создать свой собственный бизнес, и когда исполнится ребенку три года, не выходить на работу по 8 часов, а работать здесь и выделять то время, когда оно у вас действительно свободное. Сейчас моему ребенку уже 6 лет, и я справляюсь очень хорошо, я умудряюсь находить время для игр с ребенком, для прогулок, я его отвожу в садик, я его забираю с садика, если ему не здоровится, он находится дома вместе со мной, и я могу себе позволить оставить его дома, я могу себе позволить уделить ему больше времени, потому что у меня нет начальника, у меня нет графика рабочего от 8 утра до 5 вечера, я себе график строю сама. Если у нас день рождения, значит, мы идем на день рождения. Если у нас какие-то праздники, какие-то планы, мы их вместе, своей семьей делаем, да, но то время, которое у меня остается, я трачу на работу, на достижение своих новых поставленных целей. Поэтому я рекомендую вам просто разобраться, какие вас ждут перспективы, и это время по 2-3 часа начать выделять для работы в сетевой компании, в нашей компании, в нашей команде с помощью интернета. И дальше вам ваш ребенок скажет большое спасибо, мама, что ты те 2 часа, когда я спал, выделяла для работы, и что сейчас ты имеешь свой собственный бизнес, и ты часто находишься со мной. Поэтому я всем желаю успеха, ставьте себе огромные цели, достигайте их, и сделайте жизнь свою и своих детей сказкой. С вами была Ирина Тукало. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok